Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, я, конечно, начну с того, что скажу, что нам очень приятно, что нас пригласили, нам очень приятно находиться вместе с вами и обсуждать животрепещущие вопросы регионального здравоохранения и его информатизации. Нам очень приятно находиться в этом историческом здании и ощущать присутствие незримое тех людей, о которых нам так интересно рассказали в начале конференции. На первый взгляд, тема моего сегодняшнего сообщения странная, потому что, казалось бы, зачем профессионалам рассказывать о требованиях к системам, которые они, собственно, и разрабатывают. А с другой стороны, когда наши хозяева такую тему предложили, мне показалось, что это правильно, потому что всем вместе бывает полезно останавливаться и чуть-чуть оглядываться на то, что мы, собственно, вместе делаем. Поэтому давайте посмотрим, что мы, собственно, сделали все вместе за как раз 2015 год, потому что именно в конце 2014 года возникла идея собрать представителей регионов, разрабатывающих региональные системы, и в январе 2015 года при непосредственном участии министра здравоохранения Российской Федерации такое совещание состоялось. И именно по инициативе министра началась разработка требований как НИСМО, так и региональных медицинских информационных систем. Была создана межведомственная рабочая группа, которая была утверждена Минздравом и включила основных разработчиков региональных медицинских информационных систем. Однако всех членов сообщества, которые хотели в этом принимать участие, мы брали в компанию, мы с ними взаимодействовали, учитывали все предложения, предъявляли это межведовственной региональной группе и всем, кто хотел это видеть. То есть то, что получилось в окончательном варианте, это некий коллегиальный документ, в котором приняло участие, по моим подсчетам, около 40 человек в его создании. Затем документ был предъявлен экспертному совету Минздрава и были учтены замечания экспертов. Работа осуществлялась в непосредственном постоянном контакте с Департаментом информационных технологий и связи Минздрава и закончилась 25 декабря 2015 года заседанием той самой межведовственной рабочей группы, которая проголосовала в письменном виде за документ и приняла решение преобразовать требования к региональным медицинским информационным системам в методические рекомендации, которые должны быть приняты Минздравом в ближайшее время. То есть методические рекомендации к МИСМО уже приняты. Значит, в настоящее время идет работа над документом юристов Минздрава Российской Федерации. То есть в ближайшее время он будет подписан. На разработку требований ушло около года, и с учетом международного опыта это срок небольшой. Правда, надо сказать, что так как мы начинали с МИСМО, уже как бы работа над документом по РНИС шла легче. Уже как бы механизмы работы были отлажены. Итак, что же там написано? Конечно, во-первых, там есть определение, что собственно такое региональная медицинская информационная система. Смею утверждать, что года полтора-два назад в Российской Федерации реально хорошо представляли себе, что такое региональная медицинская информационная система, никак не больше 30 человек. То есть вот работа над этим документом, кроме других функций, еще и реально обучала. И в настоящее время, ну в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации, понимаю, что такое собственно региональная медицинская информационная система, и чем она отличается от МИСМО. Еще в технических заданиях, уважаемые коллеги, которые были поданы под эгибией программы модернизации, в подавляющем большинстве регионов эти системы отличались только размерами и больше ничем. А различия, как вы понимаете, принципиальны. Региональная медицинская информационная система предназначена для поддержки процессов управления. И в первую очередь нацелена на сбор, обработку, представление и помощь управленцам при принятии решений, при оценке состояния здоровья населения, окружающей среды, состояния ресурсов, их использования и так далее. То есть это интегрированная система для управленцев. Основные цели. Надо сказать, что работа над этим пунктом была достаточно непростой. Была масса споров, как писать коротко, две цели, три цели, пять целей, десять целей. Вариантов было очень много, и то, что вы видите, это коллегиальный труд, и целей всего шесть. Обоснованность принятия решений, мониторинг качества, доступности оказываемой медицинской помощи, повышение экономической эффективности за счет правильного использования ресурсов, обеспечение, обеспечение преемственности оказания медицинской помощи, обеспечение доступа граждан к данным о состоянии собственного здоровья, и, наконец, непрерывное образование. Задачи были разделены на три группы. Оперативные, тактические, стратегические. Ну и тоже внятно сформулированы. Пользователями региональной медицинской информационной системы являются руководители управления здравоохранения региона, главные внештатные специалисты, руководители медицинских организаций, специалисты технического плана, сопровождающие региональные сегменты, врачи, оказывающие медицинскую помощь, сотрудники научно-исследовательских учреждений, ну и, конечно, пациенты. Общие требования, базовые принципы. Их, конечно, много. Это отдельный раздел. Вообще документ более 50 страниц текста. И, на мой взгляд, этот документ более удачный, чем документ по МИСМО. Он более системный. Ну, наверное, уже обучились в совместной работе. Значит, я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, только на то, что написано на этом слайде. А здесь написано одно из общих требований, которые сводятся к централизованно-децентрализованному хранению информации. Ну, я думаю, что речь об этом еще будет. И к двум базовым принципам, среди которых обеспечение интероперабельностью систем и максимальное возможное сохранение существующих медицинских информационных систем. Мы стоим на том, что нужно, чтобы требования соблюдались. А кто разрабатывал? Когда разрабатывал? Какая система? Облачная, не облачная и так далее. Совершенно не важно. А вот требования – это закон, ничего личного. То есть это методические рекомендации, но, уверяю вас, весьма скоро будут критерии, соответствующие оценке функциональных возможностей, как МИСМО, так уровня информатизации в медицинских организациях и региональных медицинских информационных системах. На этом слайде очень коротко представлены требования к структуре региональной медицинской информационной системы. Все мы понимаем, что мы будем иметь реальную картину о состоянии здоровья населения и всем прочем только в одном случае. Если первичная медицинская информация будет передаваться непосредственно из медицинской организации наверх, нет других вариантов. Как только между этими уровнями стоит еще что-то, приходится сомневаться в адекватности состоянию дел той информации, которую мы поднимаем наверх. Поэтому первый уровень – это, конечно, МИСМО, которая предназначена для автоматизации лечебно-диагностических процессов в медицинской организации, включая введение электронной медицинской карты. А второй уровень – это, собственно, региональная медицинская информационная система, которая для поддержки деятельности управленцев и их взаимодействия с территориальным фондом МИСМО, со страховыми медицинскими организациями и так далее. Ну и, конечно, важным вопросом, хотя я бы его не демонизировала, является защита информации. Конечно, об этом думать надо, понимать это надо, делать это надо, однако способы уже известны, понятны и вполне реализуемы. Подсистемы – региональные медицинские информационные системы. Подсистемы представлены на двух слайдах подряд, по семь на каждом слайде. Мы их очень кратко посмотрим. Введение нормативно-справочной информации региона. И вы понимаете, и мы понимаем, что в первом приоритете, конечно, федеральная нормативно-справочная информация, однако регион имеет право при необходимости добавлять то, что необходимо для конкретного региона. Учет демографических показателей и ресурсов системы здравоохранения. Ну, комментарии излишны. Записи к врачу через интернет. Об этом уже шла речь, молчу. Регионально интегрированная электронная медицинская карта. Ну, это любимая песня, поэтому кратко остановлюсь. Значит, регионально интегрированная электронная медицинская карта предназначена для решения ряда задач. Но если совсем крупно, то главных две. Первое, как раз обеспечение непрерывности оказания медицинской помощи конкретному человеку и ее преемственности, где бы ни находился врач. Первое и главное, и я утверждаю, что эта проблема может быть решена в 2016 году, ну, в смысле начала ее реальной эксплуатации. Дело в том, что мы просто с вами уже не имеем права, умея это делать, не начать реально эксплуатировать вот в этом плане, в плане преемственности оказания медицинской помощи. Потому что для решения задач аналитических, для решения задач региона и тем более страны, нужно, чтобы информация обладала полнотой. То есть нужно, чтобы в базах было все. Мы взрослые люди и понимаем, что это будет не скоро. А вот по конкретному человеку туда сложить информацию, это зависит от нас с вами. И еще от юридических вопросов. В настоящее время одним из важнейших вопросов по введению интегрированной электронной медицинской карты стала нормативно-правовая проработка вопроса. Кто может обращаться? Каким образом может обращаться? И так далее. Очень важный вопрос. Введение стандартов лечения. Понятно. Региональные регистры. Вопрос большой. Останавливаться не будем. Скорая неотложная помощь. Понятно. Лекарственные средства. Знаете лучше меня. Телемедицина. Значит, телемедицина у нас есть давно. Нормативно-правового обеспечения у нас нет до сих пор. Тоже все об этом знают. Слава Богу, последние полгода об этом стали серьезно говорить. И я думаю, что в ближайшее время, допускаю, что в 2016 году Минздрав обеспечит нормативно-правовым регулированием телемедицину страны. Профосмотр населения, санэпид-мониторинг, переливание крови, документы строгой отчетности. Ну и, наконец, информационно-аналитическая система, ИАС, так называемая, та самая, которая призвана поддерживать управленческие решения. Есть регионы, в которых она серьезно развивается, есть регионы, в которых она даже не начиналась. Но если мы говорим о полном функционале региональной системы, она, конечно, должна быть. Кроме подсистем, РМИС должна иметь ряд сервисов, среди которых на слуху первый, который здесь скромно обозначен, точно так же он обозначен в требованиях, как библиотека систем поддержки принятия врачебных решений. Два слова скажу, потому что очень модная проблематика. И сейчас, конечно, начнется большой бой за реализацию систем поддержки принятия решений больших. Потому что сделать библиотеку решений достаточно просто. Потому что такие решения есть в природе для решения локальных задач. А вот систем серьезных уровня, ну, той, которая уж совсем на слуху, импортной, у нас пока нет. Хотя попытки есть. И в ближайшее время, я думаю, что начнется разработка таких систем на самые большие профили. Терапия, например. Нужно ли это делать? Да, мы дозрели до этого. Но проблема очень серьезная. И это огромная разработка. Про портал не буду. Личный кабинет. Конечно, на региональном уровне он должен быть. И есть регионы, где он есть. И есть регионы, в которых люди уже этим реально пользуются. Электронное образование понятно. Деперсонифицированная информация для научных учебных целей. Ну, тоже понятно. Ну, и портал профессионального сообщества про образы у нас есть точно. Уровни функциональных возможностей. Значит, когда проходит какое-то время, уважаемые коллеги, вы не хуже меня знаете, что когда смотришь на уже разработанный документ, и ты его видел, и ты его читал, и не один раз, все равно уже видно, что можно было сделать лучше, серьезней, глубже. Тем не менее, вот у нас есть сформулированные уровни функциональных возможностей РМИС, поделенные на три ступени. Минимальная функциональность, базовая и расширенная. Значит, еще раз подчеркну, сделано это коллегиально. И именно отталкиваясь от этой таблички, разрабатываются критерии, по которым будут оцениваться региональные медицинские информационные системы. Ну, много или мало, я вам сказала. Наверное, немного. В течение 15 минут. Но, на мой взгляд, самое главное было сказано. Значит, конечно, цифровое неравенство регионов. Вы это тоже прекрасно знаете. Конечно, очень приятно было слушать то, что нам рассказал Геннадий Михайлович. Это всегда приятно слушать о достижениях. Конечно, надо идти дальше, и, конечно, все пойдут дальше немножко по-разному, но идти-то надо в одном направлении. Я к чему? Значит, слава Богу, в течение последних полутора-двух лет чиновники все чаще поворачиваются лицом к информатизации и здравоохранения страны. В том плане, что они взаимодействуют с сообществом, они готовы обсуждать, они готовы встречаться, они готовы служить. И это очень здорово, потому что это уже приносит свои плоды. В том числе, вот уже полтора года назад на базе федерального учреждения Центральный научно-исследовательский институт организации информатизации и здравоохранения была создана так называемая регламентная служба, которая в первую очередь занимается разработкой федеральных справочников и регламентов их ведения. В своем докладе Геннадий Михайлович раз пять сказал про лабораторный исправочник. Понять его можно, потому что это достижение Санкт-Петербургского МИАЦ. Так вот, уважаемые коллеги, это то, что многие из вас слышали и еще услышите. В настоящее время разрабатывается федеральный исправочник. И очень приятно, что в этом участвуют питерские МИАЦ. Кроме питерского МИАЦ в этом участвуют московские, еще несколько, а также несколько коммерческих фирм. Это я к чему? К тому, что за лабораторным пойдет инструментальный, ГРЛС и так далее. То есть у нас впереди огромная совместная работа. И вот эту работу нельзя сделать в одиночку. Вот очень здорово, что есть опыт, прекрасно. Но когда, уверяю вас, начинается работа федеральная, когда нужно сравнивать, обобщать, интегрировать, привлекать экспертов федерального уровня и так далее, ну вот это то, как должно быть на уровне страны. Вот очень здорово, что сейчас эта работа пошла. И я, конечно, очень надеюсь на то, что уважаемые коллеги из Питера, а также из регионов, которые здесь присутствуют, будут участвовать в этой самой работе. И самое последнее, справочники выкладываются. Сейчас проще всего их находить на сайте ЦНИУИЗа. Там есть рубрика «Классификаторы и справочники», и там прямо первые 17 уже лежат. Их можно скачивать бесплатно, и ими можно пользоваться. Я благодарю вас за внимание.